Что касается митингов, очень часто мне задают вопрос о том, что основным лейтмотивом власти является, что митинг не был санкционированным. Вы должны знать, что право на собрание подтверждено Конституцией, кроме того, что существуют еще и международные законодательные акты, которые, как мы уже выяснили, являются главенствующими. Есть принятый в Страсбурге еще в 2010 году документ, который называется «Руководящие принципы по свободе мирных собраний», который говорит о том, что каждый человек имеет право на то, чтобы собираться со своими единомышленниками. Основное, что говорится в этом документе, это позиция Европейского суда. Запоминайте, статья 11 о том, что если человек принял участие в незапрещенной демонстрации, впоследствии он не может быть обвинен в том, что эта демонстрация не носила мирный характер. Соответственно, он не может быть подвергнут ни административной, ни уголовной ответственности. Кроме того, Международный пакт о гражданских и политических правах закрепляет право каждого человека на свободное выражение своего мнения. Это значит, что каждый человек может искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо устно, письменно, посредством печати или художественных форм выражения, по своему выбору. 32 статья Конституции Республики Казахстан говорит о том, что каждый человек имеет право на мирные собратья, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. Также существует закон Республики Казахстан от 1995 года о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций. Основное, что вы должны знать из этого закона, это то, что если ваши действия не нарушают общественный порядок, не мешают другим, что имеется в виду, если вы не ставите юрты, не объявляете голодовку, не сооружаете какие-то там пикетные заборы, сооружения или другие строения, то есть вы не мешаете движению пешеходов, не мешаете движению машин, вы не должны запрашивать за 10 дней разрешение на проведение такого митинга, шествия и так далее. Только в случае, если вы в общественных местах занимаетесь возведением юрт, палаток, сооружений для пикетирования, только в этом случае вы обязаны в письменной форме за 10 дней до намеченной даты проведения обращаться в свои государственные органы за таким разрешением. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Instagram и Telegram.